всех приветствую и сегодня хочу рассказать о достоинствах и недостатках пневмогутка вот какой пневмогуток у меня стоит в принципе они идут все стандартные ну начнем конечно с плюсов здесь я заметил только один плюс это то что очень громкий звук поверьте даже если сравнивать ну к примеру самые громкие улитки это волговские тут советские и такой китайский пневмогуток поверьте там рядом не стоит волговская улитка пневмогуток намного громче работает намного басистее и слышно даже соседние улицы сейчас он на примере покажу как это работает то есть очень громко ну некоторые пишут мол зачем такой ставить громкий гудок пугать людей да я частично с вами соглашусь но есть небольшая хитрость как включать гудок где-то наполовину тишину к примеру там едет впереди вас велосипедист человек и попросту вас не слышит если вы там едете на нейтралке катитесь то не всегда вас человек слышит что вы сзади едете есть такая небольшая хитрость то есть нажимаете на гудок там ну на долю секунды легонечко не всегда конечно получается и компрессор дает небольшой толчок в пневмодудку и она срабатывает ну где-то в половину тише таким образом вы никого не пугайте там понятное дело если идет какому дятел в наушниках тупо по своей траектории его все машины объезжает но он все равно там идет по своей дороге то это уже совсем другой разговор тут уже можно использовать мне в могу док на все сто процентов но это были плюсы так сказать единственный плюс который я заметил это его работа и конечно соответственно очень громкий звук переходим к минусам первый минус это огромная дудка конечно его размеры такие вот размеры проблематично будет ставить ее в автомобиле то есть у некоторых конечно не такое подкапотное пространство пространство большого как у меня сами понимаете какие у вас автомобили кого-то там много подкапотного пространства кого его практически нету и тяжело тяжеловато будет установить такую огромную дудку ну некоторые ставят в бампера не пустотел и даже можно по две штуки ставить и второй минус который заметил этом зимнее время года примерзают мембраны они у нас получается в этом месте находятся там по моему две штучки идут примерзает мембраны и вдруг перестает полностью работать бывает там еле-еле дудит либо нажимаешь на клаксон компрессор работает дудка нет вот как то так но это у большинства не могут как такая вот проблема это так сказать болезнь у них слипаются мембраны при морозе при сильном а так в летнее время все работает нормально опять таки это при сильном морозе не знаю возможно конденсация собирается и она все примерзает у меня она стоит рядом с радиатором и тепло идет и она мне отогревается если там остановлюсь не при движении конечно например за это так если еду там остановлюсь там на пару минут потом нажимать на гудок и он не работает вот как-то так ну подключать здесь все легко получается вот у меня стоит компрессор но еще заметил то что на драйве писали есть пневмогутки ну то они все идут одинаковые компрессора но есть компрессора идут вот у меня красным цветом он покрашенный а есть хромированный полностью я не знаю с чем-то связано но пишут почему-то хромированный не брать может быть какое-то качество не такой ну я не буду утверждать так просто люди пишут подключаем через четырех контактное реле схема очень легкая там ничего такого тяжелого нету вот я внизу поставил реле единственный минус который нужно устранить но это как я сделал вот как видите у меня в реле стоит предохранителя его нужно ставить от клемму где-то 10-15 сантиметров ну и самое главное то берите потолще провод силовой вот он у меня идет 10 дней изоленты то получается плюсовой провод идет на релюшку и здесь где-то нужно поставить предохранитель по моему там 10 или 15 ампер точно не помню вот как то так подключать все очень легко получается я брал на обзор год назад эту пневму дудку все работает нормально очень доволен ссылку я оставлю на обзор там будет ссылка на саму дудку если там кому-то интересно то переходите на то время на год назад стоило там по моему 32 доллара или 30 точно не помню ну сейчас я не знаю сколько она стоит заходите смотрите может быть кто-нибудь и купит ну единственное что вам нужно будет купить при подключении это реле ну и провода там ну некоторых в пневмогутках идут реле четырех контактный реле в наборе но у меня ничего почему-то не шло там коробка убитая такая пришла шланг очка получается идет еще в комплекте и и по длине хватает у меня даже сантиметров 10 лишний отрезал так что если будете ставить делайте шлангу минимально коротку в общем если будут какие-то вопросы то пишите в комментариях они мне всегда открыты я всем отвечаю всем спасибо за внимание всем пока